Влияние средств массовой информации на подростков и детей. Лилия Погорелова. В редакцию одной популярной газеты пришло письмо. Крик души ещё практически ребёнка, но уже обречённого на смерть. Дорогая редакция, пишу вам, потому что надеюсь, что с вашей помощью я смогу помочь спасти кому-то жизнь. Прошу напечатать моё письмо. Мне очень надо, чтобы его прочитали люди старшего поколения, особенно те, кто может что-то изменить в этом мире. Пусть моё письмо прочтут и молодые, и задумаются. Желаю им не повторять чужих ошибок. «Мне восемнадцать лет. Зовут Ольга. Фамилию не сообщаю. Вот уже два года, как я больна СПИДом. В больнице я не одна. Здесь у меня такие же подруги и друзья. Теперь на всё смотрю иначе, чем раньше. Хочу спросить у всех взрослых людей, и особенно тех, кто имеет власть. Зачем вы, взрослые, нас, детей своих, под танк бросили? Зачем смялись с сексом, порнухой, наркотиками? Вы виноваты в наших смертях. Вам хотелось раскованности, расслабленности, свободы. Вы проповедуете свободные связи, афишируете артистов-гомосексуалистов, наркоманов. Вы внушаете нам, что так живут все, а мы умираем. У нас не будет любви, не будет семей, мы не родим детей. Вы понимаете, что происходит с нами, поколением, которое пришло после вас? Мы ещё живы, а нас уже нет. Нас лишили детства, отобрали наше будущее. Когда я встречаю на улице пожилых людей, смотрю на стариков, меня охватывает непонятное чувство. В нём обида, злость, безысходность, страх, зависть, бессилие и невозможность что-либо поправить, изменить. Вот вы дожили до шестидесяти, семидесяти, восьмидесяти лет и больше. А мы уже не проживём. Мы умрём молодыми. За что? Почему вы не научили нас таким понятием, как стыд, позор, нравственность, любовь, целомудрие? Четверо моих друзей, вчерашних школьников, умерло. Мы уже хороним друг друга. Почему вы навязали нам ваш безопасный секс? Лучше бы нам целину пахать, трактора водить, чем умирать в иномарках от спида. Вы приложили все усилия, чтобы растлить и развратить нас, растрезванивая во всех средствах массовой информации про современный образ жизни. Вы же манничали в школах, открывая нам глаза, как хорошо этим заниматься не в подвалах, а цивилизованно. Уговаривали раскрепоститься, отбросить ложный стыд. Преподносили фильмы, брошюры. И никто вас не осудит за нас. Вы никого собственными руками не убивали. Таких насильников ныне не судят. Их поощряют, выбирают во власть. И вы продолжаете это делать с другими детьми, которые младше нас. Остановитесь! Как бы я была теперь благодарна тому, кто вырвал у меня из рук сигарету, Кто отхлестал бы крапивой по заднему месту, Когда меня можно было еще спасти, вытащить из-под танка? Помогите тем, кому не все равно, Остановить то, что происходит в стране повсюду. Помогите прекратить безумие. Срочно необходимо в средства массовой информации ввести цензуру, Запрещающую всевозможные развращающие ток-шоу, Порнофильмы, рекламу спиртных напитков и сигарет. А вы, кто прочтет мое письмо, Можете дать прочитать его еще кому-то. Может быть, оно кому-то поможет? Ведь мы погибаем. И вы тоже. Знаю, что некоторые из вас могут сказать, Что эта девушка сама виновата в том, Что с ней сейчас происходит, И нечего обвинять во всем журналы и телевидение. Но думаю, что считающие так неправы. Они защищают себя, боясь ответственности. Вы можете сказать, что она сама выбрала такой путь. Но это не так. Сегодня большинству подростков не дают права выбирать. Им с огромной силой навязывают определенный стиль жизни, Так называемый современный свободный стиль. Какое же влияние они имеют на жизнь детей и подростков? Кто же должен остановить это безумие И рассказать молодежи о таких понятиях, Как стыд, позор, нравственность, любовь и целомудрие? В одном старом фантастическом фильме Есть изумительная по своей глубине сцена. Герой одевает случайно найденные на улице Солнцезащитные очки. И вдруг видит мир таким, какой он в действительности. Вместо вывесок, плакатов и заголовков газет Появляются надписи-приказы Ешь, пей, размножайся, не думай На банкнотах обнаруживаются слова Это твой Бог Удивительный пример писательского прозрения Правда, сейчас я думаю Может, тогда люди были добрее Или, может, просто наивнее Им казалось, что для превращения человека в животное Нужны какие-то хитрые психотропные излучатели Что это можно сделать лишь против его воли Но оказалось, что не нужно никаких тайных излучателей Призывы опуститься до животного образа жизни Звучат совершенно открыто и регулярно Представьте себе Молодая девушка включает телевизор И постоянно видит рекламный ролик Верная ли я? Да, я верная Но если я найду лучшие, я изменю Будьте неверными И не важно, что имеется в виду лишь косметика Призыв быть неверной постепенно войдёт в душу Примеров сексуально направленной рекламы масса Кто-то сказал Реклама – это не только пропаганда товаров и услуг Но в первую очередь пропаганда определенного образа жизни Этот определенный образ жизни навязывает не только реклама Нескончаемый радиоэфир и точно рассчитанное телевизионное время Клипы, журнальная и газетная продукция Видеофильмы и компьютерные диски Всё это создаёт мощный идеологический пресс Выбраться из-под которого практически невозможно Сексуальная тематика разносторонне представлена в средствах массовой информации Размещение фотографий обнажённых женщин Печатание рассказов об интимной жизни известных звёзд Советы врача по наиболее интимным вопросам Включая информацию о половых отклонениях Сегодня как никогда современная молодёжь Подвергается постоянному, неумолимому давлению средств массовой информации Которые призывают начинать половую жизнь как можно раньше Предлагаются новые формы сексуального поведения Критикуется умеренность Один человек верно заметил Мы живём в эпоху глубочайшего нравственного распада человеческой личности Из лексикона человечества исчезает понятие личного греха Личной ответственности перед Богом Кажется, мы дожили до той эпохи Когда нравственная вседозволенность достигла своего апогея Грех не просто легализируется Он поощряется Его пропагандируют И в России, и в Украине, и во многих странах Запада Средства массовой информации Вовлечены в самую широкую пропаганду Блуда и разврата Насилия И противоестественных пороков Христианские идеалы Чистоты и целомудрия Подвергаются Систематическому И кощунственному Осмеянию Другой человек сказал так Влияние средств массовой информации Особенно теле- и видеопродукции На развитие наркомании И алкоголизма Столь велико Что его трудно оценить Или переоценить Его можно только недооценить Это влияние столь многогранно и значимо Что прямо можно сказать Что телевидение Как и пресса Особенно журналы Непосредственно приводят К алкоголизму И наркомании Своим разгнузданным воздействием На формирование Нездорового образа жизни Восхваление дурного Безнравственного образа жизни Основанного на употреблении Спиртных напитков Курении Бесстыдного секса Гомосексуализма Кровавого мордобоя Убийству Сцен истязаний пыток Насилий Не может не сказаться На духовном формировании Личности И ее поведении Особенно детей и подростков Вот так И не нужно никаких скрытых Воздействий на психику Мы спокойно И без сопротивления Поддаемся Открытому воздействию Средств массовой информации Откровенному Внедрению В наше сознание Идей Разрушительных Для наших душ Что же говорят Исследования О пропаганде Распущенности В средствах Массовой информации Наши дети Перенасыщены Количеством Сексуальной пропаганды На телевидении В среднем Каждый подросток Ежедневно проводит Перед телевизором От трех до четырех часов В 83 случаях Молодежь выбирает Для просмотра программы С определенной Сексуальной направленностью Отметил Гарри Роуз Президент И исполнительный директор Медицинского института В США В докладе Влияние масс-медиа На формирование Сексуального поведения Подростков Отмечаются Следующие Ключевые моменты Средний Американский подросток Проводит Треть дня За просмотром Различных форм Средств массовой информации В основном Без родительского надзора 42% песен Десятка самых продаваемых музыкантов Содержат Сексуальную направленность Дети в возрасте От 8 до 17 лет Пользуются интернетом Четыре дня в неделю В среднем Почти два часа За сеанс 14% Признаются Что просматривают Информацию О которой Не хотели бы Уведомлять Своих родителей Никакой Систематизированной Информации О сексуальной направленности Сайтов Которые Посещает молодежь Не существует К чему же это приводит? В комментарии К результатам Данного исследования Доктор Майк Рич Исследователь Из Гарвардской Медицинской школы Заявил Что постепенно Главной причиной Высокой смертности Становится не рак Инфекции И врожденные пороки Развития А результаты Приобретенного Опасного Для здоровья Поведения В том числе И в сексуальной Сфере Секс-пропаганда Призывает Подростка Окунуться В радости Безличного Секса Умалчивая О многом Чаще всего Первооткрывателей Ждут Отвращение И шок Вместе С физиологическими Подробностями Всплывают Такие роли О которых Подросток И не подозревал Но его Продолжают Подбадривать Газеты Журналы Телесериалы Передачи И молодежные Фильмы Внедряющие Порнографические Стереотипы Человеческая Сексуальность Обесчеловечивается Если ее Используют Лишь Как простое Средство Для получения Удовольствия Все это Приводит К тому Что юноши И девушки Оказываются Соориентированными Не на Истинную Любовь Не на Ценности Семьи А на Сексуальность И гомосексуальные Отношения Легко переступив Грань Целомудрия Молодые люди Оказываются Психологически Готовыми К переступанию Других Граней Подросток Ставший Жертвой Секс-пропаганды Ведет Беспорядочно Бессмысленную Половую жизнь Которую уже Не в силах Прекратить Посещает Тусовки И пробует Наркотики Жестокость Молодежи И подростков Которую мы Часто Наблюдаем В жизни И о которой Периодически Сообщается В средствах Массовой информации Во многом Формируется В детском Сознании При Просмотре Западных Фильмов И затем Реализуется В жизни На улице Эти же Средства Массовой информации Формируют И так называемую Молодежную Псевдокультуру Кино Телевидение Видеопродукция Журналы Несущие Разврат В первую очередь Воздействуют На психику И сознание Детей Подростков Средства Массовой информации Сегодня Называют Феноменом Массовой Культуры И они Во многом Ответственны За сложившуюся Ситуацию В молодежной Среде Именно Средства Массовой информации Стали влиять На структуру Мотиваций Молодых Людей Формировать Стиль Жизни Систему Ценностей В связи С этим Представляет Интерес Исследование Проведенное Департаментом Полиции И народного Образования В городе Фулертоне Штат Калифорния В марте 1998 Году Вот его Данные Основные Проблемы В школе 1940 Первое Ученики Разговаривают Во время Уроков Дизайнер Не делай Эти строки Черными Второе Жуют Жвачку Третье Шумят Четвертое Бегают По коридорам Пятое Не соблюдают Очередей Шестое Ссорятся В классах Основные Проблемы В школе В 1998 Году Первое Употребление Наркотиков Второе Употребление Алкоголя Третье Беременности Четвертое Самоубийство Пятое Изнасилование Шестое Ограбление Седьмое Избиение Комментарии, как говорится, излишни Думаю, этой негативной информации больше, чем достаточно, чтобы осознать, насколько велико влияние средств массовой информации на детей и подростков. Вопрос в другом Вопрос в другом Как бороться с этим негативным потоком информации? Конечно, это вовсе не значит, что все должны выбросить радио, телевизор, компьютер, отказаться от газет и журналов. Нам, родителям, прежде всего, необходимо остановиться и поразмыслить, а сколько внимания мы уделяем нашим детям и, прежде всего, их духовному воспитанию. Ведь почему подростки поддаются этому негативному влиянию? На фоне все более возрастающего дефицита любви в семьях, дети начинают искать источники любви на стороне. Детская душа желает не только идеального и красивого. А когда нет примера у мамы с папой, дети находят красивую любовь в том суррогате, которым обильно напичканы все средства массовой информации. Но средства массовой коммуникации не всемогущие, утверждает российский социолог Игорь Семёнович Конн. Во-первых, существует возможность индивидуального отбора, оценки и интерпретации сообщений из средств массовой информации. Во-вторых, как немного времени проводят юноши и девушки у голубых экранов. Они смотрят не всё подряд, а их реакция на увиденное и услышанное сильно зависит от установок и этических принципов, господствующих в их семьях. Долгое время было принято говорить и думать, что главным в воспитании является слово. Но жизнь доказала, что слово, а тем более громкая фраза, является далеко не самым главным. А где слово не расходится с делом, тогда эффект воспитания удваивается. Прекрасный педагог и писатель Симон Соловейчик сравнивал процесс воспитания с тоннелем. Однако часто процесс от родителей происходит слишком поздно, и мы начинаем искоренять недостатки. Тогда как нужно культивировать достоинства, а не бороться с недостатками. Человек с душой щедрой, глубокой, недостатки свои будет искоренять сам, если родители заложили в нем прочную нравственную основу. В Библии, в книге «Притчей» в 22 главе написано «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». Зачастую родители, желая дать детям все самое лучшее, забывают, что кроме физических нужд, дети также имеют и духовные потребности. Эту пустоту кто-то обязательно будет заполнять. Если ребенок не будет получать пищи для души, то он начнет искать заменители в том мире, который ему доступен. Да, именно родители должны заложить в ребенка добрую нравственную основу и рассказать детям о таких понятиях, как стыд, позор, нравственность, любовь, целомудрие. Помните, не государство, но родители в ответе за своих детей. Отсюда мы можем сделать выводы, как уберечь наших детей от такого зла. Первое, что мы можем сделать, это уделять больше времени и внимания нашим детям. Найдите время поиграть с детьми, вместе почитать, вместе сходите в парк. Дайте детям почувствовать вашу любовь и заботу о них. Второе, учите ребенка отличать добру от зла и делать правильный выбор в любой ситуации. Идеальным учебником для этого является, конечно же, Библия. Читайте ее вместе, ведь она содержит много мудрых наставлений как для родителей, так и для детей. Приводите своих детей в церковь, в воскресную школу, там учат истинному пути. Позаботьтесь прежде о духовном воспитании ребенка. И третье, очень важное. Станьте сами для них примером и источником добра, настоящей любви. Покажите им истинные ценности семьи и христианский стиль жизни. Помните, что главное в воспитании – это пример. В Евангелии от Марка, в 10 главе с 13 по 16 стихи записана одна удивительная история из жизни Иисуса. Давайте ее прочтем. «Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». «Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Часто этот поступок учеников вызывает в нас негодование. Но как они могли так поступить? Скорее всего, ученики Иисуса поступили так, как было принято в обществе, в котором они до сих пор вращались. Дети не имели большого значения во времена Христа, хотя евреи относились к детям по-другому, чем язычники. Бог ясно сказал, что дети – это подарок от Него. Их надо было наставлять в вере, чтобы вера отцов имела продолжение. Дети были и теми, кто мог в будущем позаботиться о стариках, ведь пенсию в то время не платили. Да, дети – это хорошо, но не настолько они ценны, чтобы была необходимость приносить их к Иисусу. Они еще маленькие. «Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им», укорил Иисус учеников за их неправильное действие. Дорогие родители, пусть дети не покажутся вам слишком маленькими для того, чтобы привести их к Богу. Не станьте своим детям препятствием на пути к Нему, чтобы в будущем они не обвиняли вас за то, что умирают от спида или наркотиков. Помогите вашим детям хранить себя чистыми. Да поможет вам в этом Бог. Субтитры создавал DimaTorzok